МАСМЕДИЯ КАМЧАТКА Более 1700 туристических групп зарегистрировали свои маршруты на Камчатке с начала года. В их составах путешествовали около 19,5 тысяч человек, из них 4,5 тысячи детей и 543 иностранца. Самые популярные направления – это гора Верблюд, Вилючинский перевал, Мутновский дачные источники, Ганальские востряки, вулкан Вочкожец, вулкан Толбачинский. Детские туристические группы в настоящее время имеют тенденцию регистрировать любую экскурсию или поход, связанный с активными видами туризма, даже выезд на Халатырский пляж. В МЧС напоминают, что любой самостоятельной туристской группе рекомендуется зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности. Спасатели могут проконсультировать о том, безопасно ли пребывание на том или ином маршруте, какая погода там ожидается и расскажут, как лучше экипироваться. Сотрудники ЦУКС призывают туристов при регистрации внимательно и подробно заполнять маршрутный лист, а именно указывать фамилию, имя, отчество, год рождения, страну, проживание и контактный номер телефона каждого члена группы. Точное количество людей в группе, номера телефонов двухконтактных лиц, не участвующих в походе на случай происшествия, точную линию маршрута, следование, информацию об имеющихся в группе средствах связи и средствах оказания первой помощи, а также о страховочном снаряжении. Эта информация поможет спасателям в случае необходимости качественнее и оперативнее организовать поисково-спасательные мероприятия. Добавим, что единый номер вызова всех экстренных служб – 112. По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки края, где есть охват операторов сотовой связи. Почти 390 социальных контрактов заключили на Камчатке. План по выполнению программы по оказанию адресной помощи выполнили в Усть-Камчатском и Алюторском районе. Работы по заключению соцконтрактов обсудили в ходе рабочего совещания с главами муниципалитетов под председательством губернатора края Владимира Солодова. Это одно из приоритетных направлений, дополнительных направлений оказания социальной помощи нашим гражданам, которые находятся в зоне неблагоприятного материального положения. Считаю важным его усиливать. И обращаю внимание глав всех муниципальных образований на то, что в данном случае это прямые и доступные средства, которые до наших граждан мы можем довести. И я оцениваю готовность эту работу проводить как один из важных элементов эффективности вашей профессиональной деятельности. Замминистра социального благополучия и семейной политики Кира Сафронова отметила, что в этом году в муниципальных образованиях региона планируют заключить 456 социальных контрактов. Если в 2021-2022 годах граждане обращались в основном за ГСПСК по мероприятию преодоления гражданином трудной жизненной ситуации, то сегодня в этом году достаточно популярное направление социального контракта – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Самым востребованным направлением здесь остается индустрия красоты – более 45% заключившийся контракт работает в этой индустрии. Затем сфера производства, автомобильного обслуживания, логистики, ну и образования, в том числе и очень популярное репетиторство. На указанные цели в этом году было направлено более 45 миллионов рублей. Средний размер выплаты составил 344 тысячи 55 рублей. В крае заключили шесть социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства в таких сферах, как овощеводство, животноводство и растеневодство. Средний размер выплаты составил 200 тысяч рублей. В 2022 году жители полуострова заключили 462 социальных контракта. Большую часть людей проживают в Елизовском районе, Петропавловске и Вилючинске. Добавим, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны увеличить выплаты по социальным контрактам на ведение индивидуального предпринимательства до 350 тысяч рублей, а также на ведение личного подсобного хозяйства до 200 тысяч рублей. Подрядчик для благоустройства набережной в Петропавловске определен. Работы будут проходить в течение следующего строительного сезона и закончатся до конца 2024 года. Ровно год назад проект благоустройства озерновской косы, набережной озерновской косы в Петропавловске-Камчатском, стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который был организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И Петропавловск в тот момент участвовал впервые в этом конкурсе, потому что изменились правила и позволили городам свыше 100 тысяч человек населения участвовать в этом конкурсе. За 2023 год правительство региона совместно с проектировщиками подготовило проектную документацию. Почему это заняло так много времени? Потому что у нас обязательно задачей стояло, скажем так, консолидировать усилия и сделать композицию набережной, благоустройство набережной единой вместе с проектом реконструкции центральной площади, вместе с проектом общественного центра. То есть это нельзя было отдельно делать в скором режиме, в таком ускоренном режиме, чтобы потом не подстраивать остальные объекты под дизайнерские решения набережной. То есть все-таки в едином комплексе, в едином ансамбле подготовить проекты и площади, и набережной, и прилегающих территорий. Поэтому процесс проектирования занял достаточно продолжительные сроки. Что будет сделано? В первую очередь будут приведены в порядок и реконструированы те твердые покрытия, которые уже есть сейчас. Это перекладка тротуарной плитки. Михаил Кудряшов отметил, что краевые власти обратились в Минструю России, чтобы там согласовали изменения материала, которые будут применять для работы с твердыми покрытиями. Изначально проектом предполагался архитектурный бетон – сложный материал, который пришлось бы ввести из другого региона, а это трата денег и времени. Здесь мы сориентировались на поручения губернатора Камчатского края и все-таки сориентировали проектировщиков на местные материалы местных производителей. Плюс ко всему будет реконструирован тот настил, который был выложен по замечаниям жителей, по замечаниям горожан, которые были справедливо высказаны в отношении и качества. И, собственно говоря, со самого настила. То есть мы его будем ремонтировать, перекладывать. В том числе появятся архитектурные малые формы. Это игровые формы, это уличная мебель. Будет сделано освещение территории, будут убраны вертикальные воздушные линии электропередач под землю, чтобы очистить визуальные характеристики самого пространства набережной. Чтобы все-таки мы видели больше вулкана, видели больше неба, видели больше облаков, а не провода на дна. На территории не будет сложных дизайнерских или больших объектов. Все решения будут минималистичны. Все сделано для того, чтобы оставить созерцательный процесс, процесс прогулки самым главным на набережной. И, в общем-то, это то, чем дорога нам эта набережная, чем она привлекает горожан. Это единственное такое в центральном районе место, куда можно подойти к воде, просто посмотреть на воду, посмотреть на противоположный берег губы и полюбоваться небом, морем, силуэтом гор. Добавим, в сентябре прошлого года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, провел на полуострове совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска, на котором губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития столицы региона. Его основа включает стратегию экономического развития города, создание новых рабочих мест в современных отраслях, а также социальный сервис и концепцию градостроительного плана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения. Также с помощью сервиса можно познакомиться с новостями Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и получить информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Сейчас приложение содержит шесть рубрик. Что делать? МЧС рекомендует первая помощь, карта рисков, проверь свою готовность и проверь свои знания. В разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС рекомендует» – это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения ЧС и их предупреждения. В первой помощи содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков. Карта рисков содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тексты, позволяющие проверить знания о действиях при чрезвычайных ситуациях. Приложение МЧС России доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах мобильных устройств. Обустроить парковку и хороший проезд к строящемуся корпусу школы номер 40 поручил Владимир Солодов. День рождения празднует Елизовский район. 17 ноября он отмечает 74-ю годовщину со дня образования. Благотворительная акция «Коробка храбрости» стартовала на полуострове. Подробности далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Техническая готовность здания составляет почти 68%. Здесь парковочное место есть? Просто по практике вы можете считать, сколько машинных человек приезжает. Вот сколько учатся в среднем, столько и приезжает. Если еще не с бабушками, с мамами, с папами. Поэтому вы можете вполне рассчитать, сколько нужно мест для парковки. И продумать, что если у кого подъезд, то все время у нас проблемы. Напомним, дополнительный четырехблочный трехэтажный корпус школы номер 40 рассчитан на 500 ученических мест. В составе учебных помещений на каждом этаже предусмотрены санузлы и рекреации. Также в дополнительном корпусе планируется наличие двух спортзалов и актового зала с эстрадой. На первом этаже будут размещены пищеблок с обеденным залом на 225 человек, а также производственные, складские и бытовые помещения. Срок сдачи объекта – декабрь следующего года. 17 вопросов, в том числе закон о краевом бюджете на трехлетний период, рассмотрят краевые депутаты. На полуострове определена повестка 26-й сессии регионального парламента, которая пройдет 21 ноября. Как рассказала председатель Заксобрания Камчатки Ирина Унчилова, главный вопрос предстоящей сессии – это закон о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026. Законопроект прошел рассмотрение во всех профильных депутатских комитетах, а также на публичных слушаниях и по итогу был рекомендован к принятию на сессии. Также в повестку вошел еще один финансовый закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящие три года. Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о едином колл-центре края. Он регламентирует работу колл-центра, отвечающего за предоставление консультационно-справочной информации по вопросам деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций, в том числе по получению бесплатной юридической помощи, государственных и муниципальных услуг. На сессии планируют принять обращение к правительству страны по проблеме, связанной с хранением оружия и патронов в оленеводческих хозяйствах. Обращение подготовили по итогам встреч с оленеводами. Также в повестку вынесены вопросы налогового регулирования и приведения регионального законодательства в соответствии с требованиями федеральной нормативной базы. День рождения празднует Елизовский район. 17 ноября он отмечает 74-ю годовщину со дня образования. Ежегодно он благоустраивается, развивается и растет. Здесь реализуются стратегические региональные инвестиционные проекты, продолжает развиваться сельское хозяйство, сфера образования, культуры и спорта, что не дает району стоять на месте. Сегодня мы празднуем 74-ю годовщину образования района. Для нас это повод оглянуться назад и вспомнить все лучшее, что запечатлела память, а также подумать о перспективах развития. Последние годы Елизовский район укрепил свои позиции, изменил внешний облик. Здесь создаются все необходимые условия для развития образования, культурного досуга, оказания социальной помощи, реализации молодежной политики. Условия для жизни, труда, учебы и отдыха становятся все более комфортными. И это целиком полностью наша общая заслуга. Большое внимание в районе уделяют физической культуре и спорту, а именно созданию комфортных и удобных условий для спортсменов. Так, в феврале этого года в Елизове открыли новый спортивный комплекс «Скречет». Он рассчитан на посещение 400 человек в день и до 40 человек ежечасно. Этой осенью завершили первый этап в создании умной спортивной площадки в поселке Нагорном на месте бывшего стадиона Маховской. Работа продолжится в следующем году. В Елизовском районе активно реализуются федеральные программы, которые имеют огромное значение для его развития. Благодаря проекту «Культура» в этом году сделали яркие и комфортные классы в Корягской и Раздольнинской музыкальных школах. Капитальный ремонт в Доме культуры Николаевки и Сосновки. Елизовский районный краеведческий музей приобрел современное оборудование и экспонаты. Самой яркой реализацией нацпроекта стал ремонт фасада Дома культуры «Галактика» в поселке Вулканный. Успешно в этом году продвигался плановый ремонт в детских садах и школах района по нацпроекту образования. В районе постоянно ведутся работы по благоустройству территорий. Самые масштабные работы по программе «Решаем вместе» прошли в Пионерском сельском поселении. В поселке Светлом появилась новая детская площадка. В поселке Пионерском выполнили комплексное обустройство территории в районе Дома культуры. В городе Елизово на стадионе «Строитель» заасфальтировали беговую дорожку и установили освещение по периметру всего поля. Благоустроили сквер в микрорайоне Пограничном. В поселке Вулканном дети и взрослые проводят время на новой тренажерной зоне около центрального стадиона. В селе Сосновка появилась новая зона отдыха на улице Центральной, а в селе Николаевка появилась современная скейт-площадка. В селе Паратунка и поселке Термальном переоборудовали хоккейные коробки. Теперь активно проводить время на них можно круглый год. В поселке Раздольном благоустроили парковую зону, а в поселке Кеткино детскую и спортивную площадки открытого типа. В селе Коряки, Северных Коряках и поселке Зелёном обустроили спортивные площадки. В поселках Березники, Лесной и Внатчиках появились новые детские площадки. Также новыми красками заиграл парк Лозо в Елизове. Большое внимание в районе уделяется безопасности и качеству дорог. В этом году отремонтировали около 65 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это 23 объекта во всех 10 сельских поселениях района. Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» произведен ремонт на трассах федерального и регионального значения. Верным признаком того, что район живет и развивается, является строительство нового жилья. В Елизове летом 2023 года сдали два многоквартирных дома. Продолжается строительство еще трех многоквартирных девятиэтажных жилых домов. Со дня на день ожидается воду в эксплуатацию жилого пятиэтажного дома в селе Паратунка на 100 квартир. А в поселке Пионерский построили дом на 128 квартир. Продолжает славиться Елизовский район и своими событийными мероприятиями. Традиционно множество гостей собирают Елизовский спринт и Елизовская осень. Второй год подряд Камчатка объединяет людей со всей страны, неравнодушных к вопросам экологии, на Всероссийском молодежном форуме «Экосистема. Заповедный край». Множество увлекательных мероприятий в рамках экофорума прошли в этом году и в городе Елизово. Экологические лекции, мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия посетили более трех тысяч человек. Сегодня в очередной раз хочется сказать слава благодарности нашим ветеранам. Внешним значительный вклад в становление и развитие нашего района. Всем, кто своим повседневным трудом активно участвует в общественной жизни, а дает ему частичку своего сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему процветанию нашей малой Родины. От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия, успехов в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем дне, а нашему району достойного будущего, новых побед и достижений. Дальнейшего развития и процветания. С праздником, дорогие земляки! С днём рождения нашего Елизовского района! Напомним, Елизовский муниципальный район – самый крупный район края. Его площадь – 41 тысяча квадратных километров. Численность населения – более 60 тысяч человек. В состав ЕМР входят 10 административных образований. Это Елизовское и Вулканное городское поселение, Начикинское, Новолесновское, Корякское, Раздольнинское, Николаевское, Новоавачинское, Пионерское и Паратунское сельские поселения. На этих территориях расположены 27 населённых пунктов. При сохранении баланса экосистемы туристический поток в долину Гейзеров увеличивают на Камчатке. Строительство новой инфраструктуры и организация турпотоков ведутся в соответствии с поручениями президента страны Владимира Путина, в которых отражена необходимость в том, чтобы каждый житель России смог посмотреть на чудо света – долину Гейзеров. Когда жители других субъектов России слышат слово «Камчатка», «Камчатский край», «Камчатский полуостров», всегда вспоминают про долину Гейзеров. И мы, безусловно, гордимся таким уникальным объектом, ведь Гейзеры – это очень редкое явление на нашей планете. В соответствии с поручением президента Российской Федерации ведётся работа по увеличению турпотока в долину Гейзеров. И, безусловно, это происходит при сохранении баланса с экосистемой и учётом антропогенной нагрузки. Достигается это путём развития инфраструктуры, организации самих туристических потоков и их регулировки. Долина Гейзеров очень узнаваема, популярна и важно доносить правильную и достоверную информацию об этом объекте. Главная жемчужина полуострова становится доступнее не только для приезжающих в регион туристов, но и для местных, в том числе выпускников камчатских школ, которые могут оформить сертификат на бесплатную экскурсию в долину Гейзеров. Долину Гейзеров я посетила в 2023 году по специальной программе для выпускников. И, знаете, это был наилучший подарок на мой выпускной, назовём это так. Я очень рада, что данное туристическое место, которое популярно среди туристов и известно по всей России, не побоюсь так сказать, становится доступно для жителей Камчатки. Я никогда не забуду все эмоции, которые я получила от данной поездки, поскольку, знаете, не каждый день даже летаешь на вертолёте, а тут не каждый день видишь эти бурлящие источники. Даже не верится то, что такую красоту могла создать природа. Долина Гейзеров размещена на всероссийском портале достижения.рф, который запущен в рамках международной выставки форума «Россия». Развитию туристической инфраструктуры в долине способствовала поддержка президента России Владимира Путина и правительства страны. Благотворительная акция «Коробка храбрости» стартовала на полуострове. Её уже традиционно проводят камчатские сторонники «Единой России» в рамках проекта «Партия добрых дел». В день старта боксы для сбора игрушек установили в магазинах сети «Бубльгум» и в администрации Елесовского района. Акция «Коробка храбрости» проводится ежегодно и направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах. После заполнения боксы установят в процедурных кабинетах детских больниц, чтобы каждый ребёнок, прошедший болезненные или неприятные процедуры, смог взять себе подарок за храбрость. Данная акция будет проходить в крупных торговых центрах, где будут поставлены специальные боксы. В эти боксы можно будет положить игрушки, фломастеры и так далее. Призываю всех граждан присоединиться к данной акции и поддержать детей. Сбор игрушек продлится до 1 декабря. Добавим, «Единая Россия» проводит акцию «Коробка храбрости» более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения штаба общественной поддержки «Единой России».